Доброго времени суток, дамы и господа! Представляю ваше внимание сцентиляционный поисковый радиометр SRP6801 серийный номер прибора 6764-6764, год выпуска 1987. Итак, в комплекте поставки идет непосредственно сам радиометр SRP6801, который вы видите на ваших экранах, а также телефоны головные типа TG7M, а попросту говоря наушники, ремень для ношения прибора и оригинальный деревянный заводской ящик, который в силу своей громоздкости в кадре не демонстрируется. К сожалению, бумажных оригинальных документов для данного прибора нет, но есть полный комплект документов в электронной версии. Что это значит? Это значит отсканированное, сохраненное в формате PDF полный комплект документов, который состоит из паспорта, технического описания руководства по эксплуатации и сборника схем, чертежей и перечня элементов. Получив данный комплект документов, например, по электронной почте и распечатав локально и внеся серийный номер прибора и год выпуска, который я озвучивал несколькими минутами ранее, вы получаете полнофункциональную копию документов, которые, как показывает практика, достаточно для прохождения по верке и постановки прибора на учет, как для юридических лиц Украины, так и Российской Федерации, Республики Беларусь, Республики Казахстан, Узбекистан и ряда других стран. Вот что касается комплектации поставки данного прибора. Теперь проверим работоспособность данного устройства. Переводим радиометр в режим БАД, то есть включаем его. Судя по отклонению стрелки микроамперметра, питание в норме, поэтому мы можем переходить в режим измерения, режим 2,5. В режиме 2,5 постоянное интегрирование равняется 2,5 секундам. Этот режим предназначен для экспресс-анализа измеряемого объекта и погрешность измерения в режиме 2,5 несколько более, нежели в режиме 5. Как мы видим по отклонению стрелки микроамперметра, радиационный фон в месте проведения видеосъемки, поскольку в блок детектирования источники ионизирующих излучений не утнуты, радиационный фон составляет порядка 10-11 микроэнген в час. Именно возле этих отметок колеблется стрелка микроамперметра. Переведем теперь радиометр в режим 5. В режиме 5 постоянное интегрирование равняется уже 5 секундам. Он в два раза больше по времени, нежели режим 2,5. Соответственно, погрешность в режиме 5 будет несколько меньше, нежели в режиме 2,5. Но и измерение должно проходить как минимум 5 секунд в режиме 2,5. Пока я объяснял разницу между режимами 2,5 и режимами 5, мы можем считать показания, поскольку прошло более чем 5 секунд, и увидеть, что показания что в режиме 2,5, что в режиме 5 абсолютно идентичны. Стрелка прибора колеблется около отметки в 10-11 микроэнген в час. Произведем теперь самодиагностику прибора штатными средствами самого прибора. Для этого предусмотрен режим контроля. В режиме контроля показания не должны разительно отличаться от показаний, наблюдаемых в режиме 2,5 либо 5. Если показания в режиме контроля разительно отличаются, то есть обычно по практике, когда показывают, падают к нулю, то мы можем сказать, что данный прибор самодиагностику не проходит. Здесь мы видим в режиме контроля те же самые показания, что и в режиме 2,5 либо 5. Стрелка прибора колеблется в около отметки в 10-11 микроэнген в час, местами повышаясь, на несколько делений местами понижаясь. Но если взять и усреднить по длительному периоду времени, как минимум 5-10 секунд, то мы можем посмотреть, что средние показания будут порядка 10-11 микроэнген в час, так же, как в режиме 2,5 либо 5. Поэтому прибор самодиагностику средствами самого прибора проходит. Возвращаем прибор в режим 5, либо режим 2,5, не суть важно. И произведем тест звуковой сигнализации. Для этого крутим ручку уровень в левом нижнем углу до появления звукового сигнала. Сейчас я вам продемонстрирую. Подношу динамик к микрофону видеокамеры. Надеюсь, вам слышен писк. Чтобы нас этот писк в дальнейшем не смущал, мы ручку уровень выкручиваем до минимума. Теперь произведем диагностику телефонов головных и гнезда для подключения этих самых телефонов головных. Подключаю телефоны головные. Подношу их к видеокамере. Надеюсь, вы слышите характерный треск. Таким образом, гнездо для телефонов головных и телефоны головные, а попросту говоря, наушники полностью работоспособны. Ну и теперь последний тест. Проверим работоспособность прибора на источники ионизирующего излучения. В качестве источника ионизирующего излучения у меня выступает компас Адрианова. Со светомассой постоянного действия, так называемой СПД на основе солей радиа 226. Вот мы сейчас и проверим, как радиометр будет реагировать на данный источник ионизирующих излучений. Попрошу обратить ваше внимание, что прибор укомплектован креплением для контрольного источника. Наличие либо отсутствие контрольного источника в комплекте поставки обсуждается с покупателем индивидуально. Итак, вот мы прячем за пультом наш контрольный источник. Если мы его выставим и развернем по отношению к блоку детектирования, вы увидите, что прибор исключительно оперативно реагирует на присутствие такого контрольного источника. Даже с достаточно большого расстояния. Если мы положим источник на блок детектирования, то на первом режиме мы получим зашкал. Уберем и разместив источник на некотором расстоянии от прибора, мы получим превышение фоновых значений в 10 микроэген в час, в зависимости от расстояния до блока детектирования. Будем убирать либо прятать источник за пультом, прошу прощения, показания будут возвращаться к фонам в 10-11 микроэген в час. Таким образом, мы проверили работоспособность прибора на источник ионизирующих излучения. Теперь выключаем прибор и перейдем к осмотру внешнего вида прибора. Как вы видите, лакокрасочное покрытие в идеальном состоянии. Вид сверху, фронтальная панель, ручки переключения под диапазонов полностью рабочие, без трещин, фиксируются в каждом положении. Вид сбоку, вид с противоположного боку, где размещен шильдик. Еще раз повторю, серийный номер прибора 6764, год выпуска 1987. Вид снизу. Снизу, если посмотреть, локально есть мелкие царапины. Присутствуют четыре ножки, что свидетельствует о том, что прибор не эксплуатировался, либо эксплуатировался в очень ограниченное время. Вид со стороны крепления контрольного источника. Вид со стороны подключения блока детектирования и батарейного отсека. Нигде нет признаков коррозии, механических воздействий. Краска на углах, на гранях в основном целая. То есть прибор не эксплуатировался. Теперь по шнуру. Сейчас мы пройдемся к блоку детектирования. Посмотрим состояние шнура. Вот шнур перегибаем. На перегибах трещин не показывает. То есть состояние шнура идеальное. Механических повреждений, либо повреждений в результате каких-то химических процессов на шнуре нет. И по шнуре мы приходим к блоку детектирования. Блок детектирования выполнен в виде трубы. Без телескопического механизма. Ну не труба, а цилиндрический блок детектирования. Состояние гильзы блока детектирования в идеальном состоянии присутствует также защитный резиновый колпак. Вот такой вот SRP6801. Благодарю вас за внимание. Всех вам благ и удачи.